Уважаемые отдыхающие, напоминаем вам основные правила поведения во время отдыха у воды и на воде. Не купайтесь в запрещенных местах, это опасно для жизни. Голос из громкоговорителя на городском пляже Щелковского парка предупреждает об опасности купания в неподготовленных для этого местах. В этом сезоне плавать в Клязьме в черте города запрещено. Вода в реке по ряду критериев не соответствует санитарным требованиям. Таблички с предостережением установлены на берегу, но отдыхающих они не останавливают. Я думаю, что здесь очищенный пляж для детей. Здравствуйте. Здравствуйте. Хотели вас предупредить, что купаться на оборудованных лицах. Ну, пляжи нельзя. На пляже, который в знойный день полон отдыхающих, спасателей и сотрудник инспекции по маломерным судам, напоминали, что в этом месте лучше не заходить в воду. Здесь вы купаетесь, здесь купаться запрещено, а в шлаге знаки стоят. Будьте внимательны. Сейчас вы видите площадку, которая заполнена нашими жителями. Но, к сожалению, Роспотреб разрешение на купание не дал, поэтому у нас здесь весят таблички. Купаться запрещено. На территории городского округа четыре таких стихийных зон отдыха. Это карьеры, и Черное озеро, и Медвежьи озера. Запретить жителям купаться мы не имеем права, поэтому стихийное купание все равно происходит, как вы видите. Спасатели за этим мы не следим. Вот уже несколько суток спасатели дежурят на городском пляже, патрулируют клязьму на катере. Желающих переплыть реку много, но что ожидает на противоположном берегу, густо заросшим речным тростником, купающийся задумывается в последний момент. В нескольких местах на реке спасатели показали торчащие из воды коряги, остатки металлических конструкций. Сколько их точно на клязьме, не знает никто. Инженерное сооружение, возможно, бывшая вышка, наблюдение. То есть зимой ее спилили охотники за металлом. То есть небольшой кусок остался. Холодные течения, заросли из водорослей, коряги и острые камни. Эти и другие подводные ловушки поджидают неосмотрительных отдыхающих, которые решат освежиться в запрещенном для купания месте. Небывалая жара, и люди стремятся к воде. Но, к сожалению, люди не понимают, что надо соблюдать меры безопасности. Поэтому мы сейчас здесь, на берегу, и у нас, к сожалению, на протяжении последних нескольких дней три человека утонуло. Как отметил Леонид Киселев, все трое купались в Америевском карьере в нетрезвом состоянии. Затопленные разработки доломитового камня с обрывистыми берегами никогда не считались безопасным местом. Поэтому, выбирая водоем для купания, посмотрите, нет ли поблизости предупреждающего знака. Михаил Налетов, Щелковское телевидение. Продолжение следует...